Теперь, когда мы с вами убедились в работе нашего сервера, давайте теперь создавать структуру всего нашего приложения Во-первых, нам теперь нужно избавиться от данного роута, он нам больше не нужен, он нам был нужен только для теста Удаляем его, и теперь мы с вами в корне создадим новый файл, который будет называться app.js Желательно по-английски писать его И в нем мы как раз таки будем описывать все наше приложение Давайте вырежем это все отсюда и перенесем сюда То есть мы здесь будем в файле app.js создавать наше приложение И в конце, для того чтобы мы могли получить доступ к данному объекту, мы с помощью конструкции модуль exports Экспортируем наружу переменную app В файле index.js нам теперь необходимо подключить данную штуку для того, чтобы у нас сервер работал То есть index.js у нас будет отвечать только за запуск сервера Для этого мы здесь пишем const app равно require И далее, так как у нас файл app.js находится на одном уровне с файлом index.js Мы можем написать точку слэш для того, чтобы указать относительный путь И дальше пишем название файла app.js JS можно опускать здесь, потому что Node.js понимает по умолчанию расширение .js Теперь далее, давайте мы создадим с вами еще переменную для того, чтобы обозначать порт Для этого мы создадим переменную port Она будет равняться следующей конструкции Мы обращаемся к глобальной переменной process Дальше к переменной env И допустим мы здесь будем слушать переменную port То есть мы сможем задавать значение порта через консоль Или же, если данная переменная у нас не задана, мы будем задавать значение по умолчанию Например, 5000 Только здесь нужно два раза поставить или Теперь мы можем использовать данную переменную Значение port И также давайте еще будем говорить в консоли, на каком порте у нас все было запущено Для этого нам необходимо Точнее мы можем сделать обратные кавычки в данной строке Для того, чтобы мы могли воспользоваться внутренней шаблонизацией И сюда мы указываем значение порта То есть сервер будет запущен Он И дальше будет значение порта То есть таким образом мы получим информацию о том, где у нас работает сервер Теперь давайте попробуем запустить это наше приложение Убедимся, что все работает Для этого мы пишем команду node.index.js Нажимаем Enter И как видите у нас запускается сервер То есть все работает нормально Файл, точнее переменную app мы с вами правильно подключили И соответственно мы можем ее использовать Для того, чтобы остановить данный процесс мы можем нажать клавиши Ctrl C И все останавливается Теперь давайте сделаем еще некоторую подготовительную работу для более комфортной разработки Вначале мы перейдем в файл package.json И здесь мы напишем команду вместо скрипта test напишем команду start Для того, чтобы мы могли стартовать все наше приложение через скрипты И здесь мы напишем команду node.index Далее, что нам нужно сделать Если мы будем запускать сервер через ноды То в таком случае он не будет видеть наших изменений То есть что это значит Допустим, если мы с вами запустим команду npm run start То есть запустим весь наш сервер Как видите у нас запускается сервер При этом если мы сейчас что-то изменим здесь То есть допустим укажем значение 6000 И сохраним изменения То ничего не произойдет Потому что сервер был уже один раз запущен И поэтому он не видит эти изменения То есть для того, чтобы увидеть эти изменения Нам необходимо нажать клавиши Ctrl C Далее снова запустить npm run start И только после этого у нас будут видны некоторые изменения Мы так делать не хотим Мы хотим разрабатывать на лету все Поэтому здесь меняем обратно на 5000 Нам необходимо будет установить дополнительный пакет Который позволит автоматически при сохранении Перезагружать весь наш сервер Пакет называется node.mon И устанавливаем мы его с помощью команды npm install Node.mon И дальше указываем, что мы хотим сохранить Как зависимость для разработки Save.dev Также, по-моему, необходимо его установить глобально Но давайте попробуем вначале с локальной версии Пока что он устанавливается Давайте зададим следующий скрипт В веб-файле package.json Допустим, назовем его server И что мы будем делать здесь Мы просто будем обращаться к Не node.js, а к пакету node.mon И также указывать, что мы будем стартовать файл index.js Отлично, все установилось И теперь давайте проверим, как все это работает То есть теперь мы уже описываем команду npm run server Для того, чтобы запустить наш сервер Нажимаем enter Мы здесь получаем некоторую информацию о том, что работает у нас node.mon Сервер у нас запущен на порту 5000 И теперь давайте попробуем что-нибудь изменить Например, на 6000 Нажимаем ctrl s И, как видите, у нас сразу же все пересобирается И при этом все изменения сразу же вступают в силу То есть таким образом мы будем с вами разрабатывать Всю подготовительную работу мы с вами сделали И уже увидимся в следующем уроке Субтитры сделал DimaTorzok